Автоответ с Никитой Небылицким Да, доброе утро еще раз, Никита Небылицкий, Дарья Гордеева, Автоответ Так, смотри, прислал нам слушатель уточнение по Астрии, он написал следующее, я, Никита, не знаю, достаточно ли тебе будет этой инфы Во время нажатия на газ обороты падают, будто педаль отпустил вообще Спустя 3 секунды происходит резкий толчок, авто начинает разгоняться, случается это именно на ходу, обычно во время резкого нажатия на газ, когда, например, нужно совершить обгоны От этого слушатель пишет, вдвойне неприятно Ну, это очень сильно похоже сразу на две вещи, во-первых, это похоже на то, что у нашего слушателя машина троит, вот, соответственно, не работает как надо один цилиндр Это может происходить по нескольким причинам, там, начиная от того, что свечи так себе, катушки так себе, между ними то, что так себе, там разные варианты есть Вот, и заканчивая тем, что у него, например, не работает одна из форсунок Это первый вариант, а второй вариант, что у него проблемы с датчиком дроссельной заслонки, с приводом дроссельной заслонки электрическим Надо лезть в это дело и разбираться Но это надо компьютер подключить, то есть, на самом деле, ну, в высокой степени вероятности, это ремонтопригодно все Ничего тут такого особо существенного нет Ну, теоретически, конечно, возможно, какие-нибудь варианты, типа, про огород лапана, но это же как-то совсем, там, еще другие сопутствующие товары обычно есть к этому Практически, надо ковырять, просто компьютер подключать, но это явно неисправность, ездить так не надо Олег, вот таким вот вопросом, чем защитить хромированные элементы кузова, а также элементы типа матового алюминия На немецкой машине, которая на гарантии поменяли весь оригинальный обвес после московской зимы, хотелось бы после мойки чем-то побрызгать тоже или протереть Ну, понимаете, в чем дело? Проблема заключается в том, что вам просто не тем моют И вот эти вещи, которые у вас, это не после зимы происходит, это после активной пены происходит, которые моют на мойках Потому что она, ну, на определенных, она же как работает? Она растворяет грязь Для того, чтобы чем-то растворить эту грязь, нужно растворить Вот этот растворитель заодно еще растворяет, это вечная проблема, то есть это такая история у Volkswagen была довольно долго Растворяет вот, собственно, вот этот ваш матовый алюминий Вот, поэтому просто, ну, как бы сменить мойку, которая моет, вот это единственный вариант Ну, то есть это никак ничем не побрызгаешь, чтобы защитить То есть оно все равно выживаете машину на мойках? Ну, смотри, изначально можно, ну, немножко это все дело защитить Вот есть там всякие, там тот же iShield, там, ну, в общем, всякие покрытия Керамические и некерамические, которые как бы вот каким-то, в какой-то части это сверху защищают Но все равно против растворителя, против кошки, стражнее кошки зверя нет Против растворителя, который используется в активной пене Потому что, на самом деле, их же много разных этих активных пен Например, есть активная пена, которая моет днища грузовиков Она, кстати говоря, самая дешевая из них из всех Она действительно ядреная, смывает все, что хочешь Вот ей реально машину побрызгал, потом кершером смыл Она почти чистая, то есть вот этой самой остаточной грязи, которую обычно домывает с губкой нормальной Вот ее уже практически нет Естественно, люди ее используют на этих самых мойках, потому что у них задача какая? У них задача минимизировать затраты А затраты это что? Это время и, соответственно, материалы Если материал дешевый, мыть быстрее таким образом, соответственно, они вот это все используют Поэтому как бы менять мойку, искать мойку, в которой нормальные химические вещества используются И которые люди, которые занимаются этой мойкой Обычно это при детейлингах, такие мойки, вот они, вот там люди понимают То, что, ну, к ним приезжают вот такие вот, как наш слушатель вот написал И говорят, ребята, о чем мне делать? И обычно вот детейлинг-центры пытаются что-то делать и понимают, от чего причина Вот почему так происходит Другое дело, что есть еще большая проблема в том, что часть вот этих самых хромированных элементов Обычно это вот эта рамочка, которая вокруг боковых стекол идет Они на самом деле, это же не хром никакой Это на самом деле пластик сверху, внутри фольга И все это наклеено, ну, на некий материал Он по-разному бывает, будет металлический, будет пластмассовый, неважно И что происходит? Под вот этот самый пластик, который там сверху, просто попадает вода А фольгу примитивно разъедает Это вот у БМВ так часто бывают такие разводы на этой штуке То есть где-то матовая, где-то глянцевая Это вот на самом деле под пластиком под этим вот эту тончайшую фольгу разъело Тут, конечно же, ничем ты ее не восстановишь Ну, то есть как можно сделать? Ее можно вышкурить и, так как она пластмассовая, сверху залить каким-то там черным матом И вроде как так и задумывалось Ну, кому это не нравится, то, ну, как бы приходится менять эти штуки Ну, то есть я имею в виду эстетически, кого не устраивает, чтобы она черная мата Таких людей довольно много То, что, ну, действительно, особенность машин белой Это такое ощущение, что похоронили, когда она в этих Рам, ну, рамку у тебя, конечно, получается Черный храм, ну, да, траурный Еще вот так вот ленточку поперек И гвоздику, две на капот И две красные гвоздики на капот Слушай, пока не ушли далеко от темы ухода именно за автомобилем Вот такой вопрос пришел Никита Евгеньевич, если не секрет При полировке автомобилей Материалы каких производителей вы используете? Имеется в виду полировальные круги и пасты? Ой, слушайте, ну, смотря где Вот то, что я полирую себе сам, ну, вот здесь вот У меня рупес И, собственно, и круги, и пасты, и оборудование все рупес Но с точки зрения коммерческой Это, ну, очень дорого было бы Поэтому вот то, что мы используем в детейлинге нашим То там мы используем тоже губки-то рупес А вот, собственно, полировальный материал 3M Ну, в принципе, рупес лучше всех Ну, просто рупес За счет того, что это такая контора, которая дольше всех существует Он уже просто зажрался с ценами И это просто ни в какие ворота не лезет Ну, то есть Ну, лень сейчас искать Но у меня вот Ну, бутылочка, там, 75 грамм Полироля Абразивного Может стоить, там, 26 евро Ну, куда это В какие это вообще Да, дома это без проблем Потому что, ну, этой бутылки тебе хватит На три или на четыре раза машину отполировать А когда это коммерческое То не катят Потому что ты человеку не объяснишь Что вот Он же не понимает Ему надо, чтобы гладко было Вот Поэтому использую рупес А вот для того, чтобы покрывать сверху Я, собственно, тем же самым iShield Пользуюсь Которым, собственно, и вот наш детейлинг пользуется Только я себе крою его графеном А у моего iShield он менее крепкий Но более блестючий Но на самом деле я, как бы Тут у меня все-таки погодные условия Сильно отличаются от России Поэтому, как бы, у меня просто нет необходимости Это так часто делать Ну, понятно То есть у меня задача какая Чтобы покрытие держало комаров Чтобы их можно было просто кершером смыть А не надо было потом Растворять, там, тарыксом Или чем-то в этом роде А все Снега нет, соли нет, абразива нет Поэтому, как бы, у меня тут другая ситуация Так, скажи мне, пожалуйста, Никита Вот здесь слушатель прислал такую просьбу Я, честно говоря, немножко удивлена Напишет нам Андрей написал Вопрос Никите Как правильно тормозить на мотоцикле? Большинство мотошкол Вот меня поразила вот эта информация Большинство мотошкол Учит ездить по площадке, чтобы сдать экзамен Но на экзамене, оказывается Нет такого упражнения, как торможение В итоге 90% выпускников элементарно не умеют тормозить Особенно, если надо экстренно Оттого и много аварий с мотоциклистами Это правда, что не учат торможению? Ну, не совсем так В общем-то, учат, конечно Ну, просто Если это обычная мотошкола А не вот мотошкола, где действительно Повышают уровень профессионального мастерства А просто мотошколу, чтобы экзамены сдать То там нет Там есть упражнения на площадке остановиться Ну, то есть они вот физически остановиться учат Да, действительно, в мотоцикле тормозить сильно сложнее, чем на машине Есть определенные технологии Нужно рефлекс нарабатывать Который, в общем, от машинного отличается Все-таки большинство людей приходят в мотошколу И покупают мотоциклы после того, как они на машине уже отъездили И поэтому у них уже рефлекс наработан Ну, понимаешь, чтобы не получился испорченный телефон Я что-то там по радио расскажу А человек неправильно услышит А потом он бьется Ну, есть довольно большое количество людей Достаточно хорошо в этом всем разбирающихся Которые делают видео, по которым можно поучиться Вот, это либо, значит, в Мастерской Эпидстоп Есть такой канал на Ютьюбе Либо в Шлеме есть такой канал Ланкара его Сережа делает Вот у них вот просто посмотрите ролики И там будет вот понятно, что имеется в виду Я, наверное, можно это рассказать словами Но это, во-первых, долго А во-вторых, кто-нибудь что-нибудь не дослышит И не дай бог, что-нибудь не так сделает То есть, надо правильно держать руку на рычаге тормоза Надо правильным количеством пальцев тормозить Надо понимать, когда нужно задействовать задний тормоз И на каком мотоцикле Потому что есть мотоциклы с интегральной системой торможения Которых достаточно тормозить одним тормозом На самом деле, любой мотоцикл с АБС Какую-то часть тормозного усилия Все равно отдает на заднее колесо Даже когда передним колесом тормозите Вопрос в том, какую Потому что этот баланс торможения Который в машине происходит автоматически На мотоцикле зачастую надо делать самому То есть, рукой и ногой Ну, в общем, короче говоря, нужно ролики смотреть Чтобы не получился испорченный телефон Еще раз повторю, мастерская пидстоп У него там поищите Парень из Крыма Такой, хорошие ролики делает Или Сережа Ланкара Это в шлеме канал такой есть Так, поехали дальше Присматриваю себе внедорожник Интересует Ниссан Патрол Либо Ленкрузер 200 Хочется закинуть в багажник велосипед Мотоцикл сзади повесить И уехать в горы Есть ли смысл брать Подержанные внедорожники вообще И может ли неприхотливую машину Никита посоветовать другую для путешествий? Ну, конечно, Ренглер Гораздо лучше, чем и первое, и второе Джип Ренглер И вот все эти условия будут соблюдены И мотоцикл Ну, нет, ну там мотоцикл сзади прицепить Надо понимать, что на самом деле На хвосте, если не имеется в виду вести на прицепе Никакой мотоцикл тяжелее легкого Вернее, малокубатурного Hard Enduro Невозможно повесить То есть, ну, не держит больше там 150 килограмм, 140 Вот эта самая висючка И на самом деле, вы даже туда 690 КТМ Не повесите Enduro Air То есть, туда реально можно там Какой-нибудь CRF 250 И повесить, это максимум Ну, или прицеп нужен Соответственно, во всех остальных отношениях Мне кажется, Ренглер более разумная машина Во-первых, неприхотлива Во-вторых, с точки зрения дальнейшего апгрейда Тюнинг он лучше Ну, в общем, я бы Ренглер брал Ну, опять же, хозяин барин Ну, 200-ку я бы не стал брать по нескольким причинам Главное, из которых 200-ка Абсолютно переоцененный С точки зрения Ну, это хайповый автомобиль То есть, у него цена Она не соответствует тому качеству Которое у него есть Вот Не в смысле, что он плохой Он не плохой Но просто он должен стоить В два раза дешевле, чем стоит Вот тогда ему цены нет Окей, так Помчали дальше Вопрос, Никите Почему у всех современных Рено Задние тормоза барабанные 21 век уже на моем старом ланцере И то дисковые Это экономия или барабаны тоже эффективны? Вы перепутали немножко Рено и Дачу Вот у Дачи барабанные А у Megano, например, который в Европе продается тормоза По большей части дисковые Есть совсем дешевые барабанные Смотрите, у барабанных тормозов На самом деле есть набор преимуществ Перед дисковыми тормозами Я на самом деле не уверен Что вот Ну это надо специалистом в себестоимости быть Заводской В технологиях производства Я не убежден, что барабанные тормоза В себестоимости ниже дисковых Так Ну потому что деталей много Пружин много, рукодельности много Вот Но барабанный тормоз Главное преимущество В том, что он меньше грязь боится И, честно говоря В некоторых ситуациях Ну, например, в трофинах В машинах Барабанные тормозы Хорошо Но вообще Барабанные тормоза Стоят для того Чтобы можно было сказать человеку А вот тут у тебя барабанные тормозы А ты вот еще чуть-чуть доплати И будут вот Смотри, какие красивые дисковые Ну вот Ну, как бы Ну, в Рено на самом деле Вы ошибаетесь Совсем не во всех Рено Не путайте Рено и Дачу Логан Дастер Там Цитара Это Дача А вот Меган Это вот не Дача Это как раз Рено Так, Андрей Саратова Интересуется твоим мнением Он спрашивает Никит, слышали ли вы Об инициативе УАЗа Выпускать Исудзу И как вы к этому Относитесь И потеряют ли Автомобили Исудзу Своё качество В связи с этим На твой взгляд Ну Я верю в наш УАЗ Он может испортить Что хочешь Извините Ты так За здоровье Начал Что я подумала Ого Неужели сейчас скажут Что-то хорошее Ну всё что ли С хорошим автомобилем Можно будет попрощаться Ну я всё сказал Я верю в наш УАЗ Да ну тебя вообще Нет, чтобы как-то Раскрыться в танце По теме Ладно Скрэмблер Триумф Как вам мотоцикл Виктор из Питера Интересуется Ну Скрэмблер Мне как класс Не очень нравится А Триумф Это на сегодняшний день Одни из лучших мотоциклов Которые есть Собственно говоря Вот Если В принципе Триумф нравится То Пойдёте Вот Скрэмблер Своеобразный класс мотоциклов Который Ну это такой Отсыл Классики Да Это по большому счёту Вот То что сейчас Превратилось В Турендуру Но только В её Очень давнем прочтении Вот И в современном Пересказе Вот Ну как бы Если вам нравится В принципе Такой класс мотоциклов То есть там Прям выбор есть Скрэмблер Есть у Триумфа Скрэмблер Есть у Дукати Скрэмблер Есть у БМВ На базе Нинета Кстати Единственный Мотоцикл БМВ Кроме Кроме Спортбайка Который мне на сегодняшний день Нравится То есть я вряд ли себе Такой купил Но я понимаю Людей Которые Такой мотоцикл Покупают В нём В нём чё-то есть Юрий из Ярославля Такой вопрос Прислал Что можешь Сказать Относительно Американских Шевроле Эквинокс Которые Здесь Продают Перекупщики С аукционов Ой Ну Чё Объясни мне сначала О чём речь Ну смотри Дело в том Что американцы Достаточно существенно Ушли из нашего рынка И это подаётся Как политический ход На самом деле Это не так А просто Дело в том Что для Содержания Здесь импортера Нужны определённые Объёмы продаж А американские машины Достаточно большие Все И как следствие Этого Достаточно Дорогие Вот А продаж Дорогих Автомобилей У нас Нету Ну то есть Массовых И окупить Содержание Импортера Довольно Тяжело Поэтому Они с рынка Ушли Продают Там какой-то Сегментально Всё это Дело Не через Импортеров А через Представительство Ну в общем Таким Почеши левой пяткой Правый ух Способом Но На рынке Есть довольно Большой выбор Автомобилей Которые Людям Нравятся И вот Эти автомобили Начинают вести Серые дилеры Но я Небольшой фанат Покупания Автомобилей У серых Дилеров Потому что Ну действительно Бывает заводской Брак у машины И действительно Может так сложиться Ситуация Что у тебя машина Сделает кря А бежать тебе Некуда Потому что Тебе на это Скажет представительство Что они эту машину Сертифицировали Для российских дорог Не сертифицировали Вы её купили Используете на том рынке Где машина Не является сертифицированной Поэтому И смените Все проблемы Которые у вас есть Они собственно говоря Ваши Ну и Судиться С отсутствующим Представительством В стране Ну это Дело неблагодарное Наверное можно Но это дорого Долго И нужно адвокатами На западном рынке Наверное Наверное Суд в конечном итоге Примет решение Что В общем Они должны чинить Они же не пишут В инструкции По эксплуатации Не ездите в России Поэтому как бы Ну вот так вот Принято Друзья Это Никита Небулицкий Мужские игры Сегодня до конца Часа рубрика Автоответ Соответственно Никита Евгеньевич Отвечает на любые Ваши вопросы Про автомобили Мотоциклы Не забывайте Про видеотрансляцию На канале Серебряного дождя В YouTube Оставайтесь с нами Да Пока мы тут В YouTube В Испании Очень смешная история Произошла В прошлом году Когда был локдаун Перекрыли же провинции И стали радостно Штрафовать За то что человек Там выезжал Допустим С своего города Причем Я знаю Вопиющую историю Когда Значит Семья С тремя детьми Папа и мамы Поехала из Города Тарагона В город Реус Это Ну там Семь километров Между ними Или восемь Их значит Радостно Остановил Муниципальный Пилицейский А так как У всех милиционеров Во всем мире Ментальность Одна и та же Им главное Граждан изловить И нагнуть За что-нибудь То значит Их радостно Каждого На 600 евро Значит Поимели Подушево И соответственно Получилось Их там 5 человек 3000 евро И плюс Еще значит Те попытались Бодаться А ты когда Вовремя не платишь Что в два конца Получилось шесть Так вот Вчера Конституционный суд Испании Признал вообще Все эти штрафы Незаконными Которые в 20-м году Да ты что Да И постановил Во первых Прекратить все дела О выплатах штрафа Которые еще не заплатили А во вторых Вернуть все штрафы Которые Полиция значит Насобирала За вот Этот период времени Так что Мало-мало Сектым Произошел У испанских Милиционеров И властей Которые пытались Граждан нагибать Следующим этапом Видимо Пойдет дело По Маскам Ну собственно говоря На это уже похоже Что они сами Милиционеры поняли По маскам ты еще Когда вся эта Котовасия только началась Ты сказала Понимаешь Когда ты говоришь Я прям сижу жду Когда начнут Соткрывания назад Ну вот видишь Первый этап Вот Сейчас вот второй этап Будет Ну во первых Маски 26 числа Отменены Их вообще не надо На улице носить На улице И на открытых пространствах Надо только в магазинах И то там Такой полурекомендательный характер А во вторых Перестали милиционеры Вообще Обращать какое-то Внимание На людей в масках Все ходят на подбородок Ее надев Эту матку Ну то есть Они изображают Что она есть Меня видела Какая пафосная маска КТМ Сейчас тебе покажу Вот пафосная маска Ready to race Все дела КТМ Я ее вот так вот ношу На бороде У тебя Ничего в ней не потеет Она такая Я смотрю плотненькая Я через нее не дышу Ну в смысле Она Она у тебя У вас же там Не она правильно сделана Смотри Она такая Ну с этим Ну как термическая Дышащая Да я поняла Дышащая ткань Но я через нее И не дышу Ну в общем Сейчас вот Вторая Второй этап Будут отсуживать маски В общем я так понимаю Что вся эта Популистская Сволочь Которая Напринимала Всяких законов По ограничениям Граждан Пользуясь тем Что у них избиратель Пенсионер Пенсионер Легко напугать Вот она сейчас По сусалам Получает регулярно Я хочу обратиться К нашим слушателям Зрителям Ребята Перестаньте задавать Никите вопросы Про китайский автопром Если не хотите Нарваться на грубость Не ребят Я не буду отвечать На вопросы Когда человек пытается Думает Что он намахал систему Автоответ С Никитой Небылицким Да кстати Возвращаясь к мысли Что китайские автомобили Не ездят А когда китайские автомобили Ездят То это тогда уже стоит Как нормальный автомобиль Поэтому смысла Покупать китайские автомобили Нет абсолютно никакого Если вы только Не живете в Китае Это вот таким образом Никита Евгеньевич Ответил на вопросы Всех слушателей Которые просят его Прокомментировать Приобретение китайского авто Ну да То есть если китайский автомобиль Там ну Гиле купил Вольво например Вот есть вариант Гиле А есть вариант Вольво Это в общем Одна и та же машина Ну и стоят они одинаково Ну и зачем тогда Покупать Гиле То есть ты конечно Не в Китае И не пытаешься Проявить свой патриотизм Таким образом Странно Так Никитушка Вот я не знаю Можешь ли ты тут помочь Советам нашему слушателю Но вопрос такой Расскажите пожалуйста Есть ли в Европе Автодромы Со своим парком Машин на которых Можно было бы Попробовать покататься Конечно полно Практически Ну это смотрите Это не автодрома с парком То есть автодром Это место Которое предоставляет Саму саму трассу А при ней В обязательном порядке Есть люди Которые предоставляют Услуги Вот проката Соответственно Ну не чистого проката То есть там прокат Инженер к нему Механики и так далее У меня есть товарищ Такой Феликс Портера У него вот полная линейка Вот Кузовов каких-то там Небольших Типа ну вот Кубка Сиат Или что-то такого До первых формул Пожалуйста Все что хочешь есть И он на нескольких трассах Предлагает Эти самые услуги По прокату Это там Альканист Полерикар Барселона Ну трек Гоночный колофат Ну в общем Херец Ну то есть Целый выбор То есть такого Полным-полно И в общем Все что угодно Можно взять Просто надо понимать Что это довольно дорого Потому что Это автоспорт Автоспорт вообще Дорогое развлечение Грубо говоря Комплект резины Вы укатаете Страховку Которую человек Себя должен Прогарантировать Что вы ему не разложите Машину стоимостью В сотни тысяч долларов Вы должны будете оплатить Ну в общем Все это Недешево Но Ну такое конечно Есть И на петле есть На север В Нюрнбург И пожалуйста Любую практическую Машину можно взять Вопрос денег И на цифру тоже Не знаю Тоже обладаешь ли Такой информацией Но тем не менее Как вам новая Хонда Форца 750 И как ты считаешь Привезут ли ее В Россию Не думаю Что ее привезут В Россию Она очень симпатичная 750 Форца Но это не мой Формат Мототехники Все таки по мне Больше мопед А почему не твой смысл Что тебе так Ну потому что Мне нужно Чтобы мотоцикл Был в честном виде Это вообще Длинная такая Философская история Почему я не люблю Максискутера И вообще все Что к этому относится Но я лично Не говорю Что это плохо Вот Но Ну Это отдельно Делаем как-нибудь Эфир Максискутер Против мотоцикла Вот такое Так Смотри Поехали Вот еще вопрос От Алексея Простите мою безграмотность Никита Евгеньевич Просветите Пожалуйста Можно ли Электросамокаты Использовать зимой И до каких температур Можно ими пользоваться Ну Знаете Сложно сказать До каких температур Зависит от того Какой у вас электросамокат Если батарейка большая То я думаю Что на любых температур Можно конечно Но только скользко Очень Самокатовские колеса Не сделаны под зиму Вот Ну такая же можно Не Ну если батарейка Вот эти большие самокаты Типа Дуатронов Вот этих тандеров Ну будет он у вас Автономность иметь Там зимой Не 60 реальных километров А там 38 Ну это в общем Зимой еще ведь и холодно Далеко-то на самокате ехать Ну вот я только хотела Справить Мне кажется Это можно Вообще на самом деле Регулировать Собственным отношением Не Ну на самом деле Ведь самокаты Все-таки люди И пользуют Для каких-то У них тоже не ездит На самокате Ну может быть Кто-то и ездит Но это извращение Вот А так это все-таки Для каких-то Ближнего боя Историй Ну то есть Там надо до работы Ехать Короткие перегоны То тогда да То тогда да Или там допустим Ты до метро Доехал На метро И дальше на самокате То есть Ну это некий Это некий такой Аналог вспомогательного средства Типа велосипеда Только который удобнее С точки зрения формата Куда-то Присунуть Когда ты уже Приехал Ну он все-таки Место занимает Меньше чем велосипед Не длины Не площади А вот Физическому Месту Ну потому что Самокаты Внутри Супермаркетов Я видел неоднократно Люди завозили А вот чтобы кто-то Велосипед туда завез Внутрь Я что-то ни разу не видел Ну потому что Как-то вроде Вроде как-то И ой Так давай У нас осталось Совсем немного времени На один вопрос Костя из Москвы Пишет Ауди А4 Оллроуд После 120 тысяч Начала Ожидаемо Жадно пить масло Люблю эту тачку Не могу Это как-то Лечится Спрашивает Ну конечно Лечится Слушайте Жадно пьющее масло Автомобиль Это скорее всего У вас либо зеркало Задрано Либо перегородки Так себе На поршни Ну как бы Надо залезть туда Посмотреть То есть на самом деле И гильзуется все это И поршня туда ставится Серьезные Есть полно Контор американских Которые делают Любые поршня На заказ Вечные вообще И кольца туда Может другие поставить Лечится конечно Все это Если машина нравится То может совершенно Спокойно Сделать мотор Почитайте Просто Есть масса Всяких Материалов Как вот Эти Там же понимаете Это же история Это какая Почему это все возникает Ну потому что Вот эти эко нормы Моторы горячие Переразмеривать По поршневой Это поршня тяжелая Соответственно Там внутренние Внутренние потери На инерции Второго и третьего Порядка Больше Ну то есть Такая история Но если вам все равно Что она у вас там Вместо Восьми литров В среднем по городу Будет жрать Восемь с половиной Ну как бы Это можно вылечить Капитально Навсегда Это были мужские игры С Никитой Небелицким Рубрика Автоответ Не забывайте Что и эту И другие программы Серебряного дождя Можно пересмотреть И переслушать На нашем канале В ютуб Заходите Подписывайтесь Комментируйте Оставайтесь с нами И встречайте Диму Кузнецова Серебряный дождь Сто ровно И одна десятая ФМ